Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня хотела бы поговорить про послушание. Хотела бы взять как бы одного человека из Библии. Его зовут Иона. Потому что он сегодня напоминает многих из нас. Мы слышим, как Бог говорит, но мы убегаем. Потому что тяжело слышать Бога. Итак, посмотрим на Иону. Господь посылает ему послание. Иоанна 1, 1 стих. И было слово «Господник Ионе, сыну Амафиину». «Встань и иди в Ниневию, город великий». Как вы думаете, что делал Ион? Он побежал в другую сторону. Что он должен был сделать? И проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Бог увидел зло народа. И он посылает туда своего пророка. Но его пророк бежит в другую сторону. Иоанна 1, 3 стих. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсиса от лица Господня. Можем ли убежать от лица Господня? Нет. Но он думал, что он может. И пришел в Иопию. И нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис. Он отдал плату за провоз и вошел в него. Чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа. И он прятался внутри корабля. Он спал. И что же произошло? Господь воздвиг на море крепкий ветер. Сотрясал корабль. И все люди на корабле, капитан, они были испуганы. Но Иоанна спокойно спал. Он думал, что Бог его не видит. Он безопасен. Но я думаю, что он просто хотел умереть. Потому что это легкий выход иногда. Но Бог однозначно знает точно, где он находится. Итак, моряки выбрасывают тяжелый груз за борт. И Иоанна все же продолжает спать. Его будит капитан. Как ты можешь спать? Мы взываем нашим Богом. Иди и взви своему Богу. Может быть, Он нам поможет. Он особенно не хочет идти, но его вытягивают наверх. И моряки бросают жребий. И жребий падает на Иоанну. И они говорят, что же нам сделать? Он говорит, бросьте меня за борт. Выглядит это так, как будто действительно он хочет жить? Не совсем. Он бежит. Он идет и идет дальше. Но не к Богу. Бросьте меня за борт. И Он им говорит, что вы будете спасены. «Просто бросьте меня за борт в море». Но они не хотели этого делать. Они начали больше и больше и сильнее грести, чтобы достичь до берега. И они нашли странного человека среди них. И они заботятся о Нем. Иногда я смотрю на христиан, которые говорят, что они христиане, но у них нет сострадания. Ноль сострадания. Но эти язычники, у них есть сострадание к этому человеку. И они говорят, что мы не хотим твоей крови, чтобы она была на наших руках. Мы хотим помочь тебе, взывая к своему Богу. Но у Ионы было только одно желание — это умереть. «Бросьте меня за борт», он говорит. «Что происходит?» Господь использует каждую ситуацию, чтобы показать людям Его величие. И эти моряки начали молиться. Простите, я так замолновалась, что потеряла место в слове. И тогда эти люди начинают взывать к Богу. в 14 стихе. И они говорили, молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вмени нам кровь невинную, ибо Ты, Господи, соделал то, что угодно Тебе. То, что угодно Тебе. Тогда моряки берут Ионы и выбрасывают его в море. И этих моряков поразило величие Бога. Они сказали, что они принесут жертву Господу, когда они придут на землю. И дали ему обеты. Они дали обещание Богу. Даже в это тяжелое время, в котором мы видим наказание для Ионы, Господь проявляет свое сострадание к морякам. И они нашли великого Бога. Кто был тот, кто послал этот шторм? Это был Бог. Кто послал Иону? Это был Бог. Но Бог еще что-то делает. Он готовит огромную рыбу, чтобы проглотить Иону. Представьте себе. Сердце кита – это с размером с небольшую машину. Итак, Иона внутри – это огромные рыбы. Внутри, в животе. И наверняка кислота в желудке начинает разъедать его тело. Откуда у него будет воздух? Как он может дышать? Каждый раз, когда он вдыхает, множество воды покрывает его. Когда кит открывает рот, он поглощает много воды. И в этот момент Иона приходит в себя. И он абсолютно знает, к кому нужно обратиться. Он обращается к Богу. Потому что он думает, что в любом случае он умирает. Иона 2, 2 стих. И сказал, Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил. И Ты услышал мой голос. Он продолжает молиться. И Он знает точно, что Ему нужно сказать. Он пророк. Он знает Бога. Но Он человек. Как многие из нас делают ошибки? Бог прощает нас? Конечно, Он прощает. Дает нам второй шанс? Конечно, Он дает. Точно так же, как Бог дал Петру второй шанс. И Ионе Он также дает второй шанс. И опять Бог говорит. И Он говорит рыбе, выплюни его. Но не в море. Бог думает, что после трех дней и трех ночей достаточно было Ему морской воды. Выплевывает его рыба на пляж. Нужно избавиться просто от всей этой морской травы. И Бог говорит к нему опять. Иона. Иди в Ниневию. И передай им это послание. Послание было таковым. Что Иона должен взывать к народу. И предупредить их. Из-за их зла. У них есть 40 дней. И Бог разрушит их город. На протяжении трех дней Иона ходит по городу. Это приблизительно 60 миль расстояние. И когда Он начинает кричать. Люди начинают каяться. Наверное, это выглядело очень странно. Это было место наполнено злом. Очень было опасное место. И вот Иона ходит по этому месту. И он выглядит абсолютно по-другому. На нем надета овечья шкура. Они мгновенно могли бы его убить. Они не боятся убивать людей. Но я думаю, что так же, как у нас есть телевизор. Эти люди услышали, что случилось на том корабле. Они уже были немножко приготовлены. И когда Иона говорит к ним. Они слушают. И это послание доходит до самого короля. И король и царь со всеми его услугами. Все начинают каяться. Они вызывают пост. Чтобы ни люди, ни животные не пили и не ели. И они думают, может быть, Господь помилует нас. Они продолжают каяться. И Господь это видит. И говорит, я спасу их. Я явлю им свою милость. Это обрадовал бы вас? Слышь, было бы у нас радость, если бы мы услышали, что великое пробуждение в соседнем городе. Конечно, мы были бы очень рады. Мы бы хотели многим еще сказать об Иисусе. Но дорогой Иона, он не был рад. Для него это не было откровением. Он хотел, чтобы они все погибли. Потому что в четвертом главе он идет и садится на гору. И он хочет увидеть, что же произойдет с этим городом. Он хочет увидеть разрушение. Сегодня многие хотят видеть, как рушатся вещи. Я не говорю про тот внешний мир. Я говорю про нас, братья и сестер. Тяжело для нас видеть, что у кого-то что-то получается хорошо. И вот Иона сидит. Я готов. Давай, Бог посылай огонь. Они заслужили. Они заслужили. Я тоже заслужила такого же. Но Иисус умер за меня. И так Господь являет милость. Но для Иона это ничего не значит. Абсолютно ничего. И он говорит Богу. Убей меня. Опять у него желание смерти. Он хочет, чтобы его убили тогда на корабле. Опять он хотел, чтобы они его убили, когда бросили его за борт. Но он не умер. Очень интересно. Так много людей желали бы лучше умереть. Но у них нет мужества убить самих себя. Как грустно это. Что мы думаем о смерти. Только потому, что так тяжело быть послушным Богу. В книге Исаии 55-7 Господь говорит. Да оставит нечистый путь свой и беззаконник помыслы свои. Господь говорит, даже мысли о зле. Мы должны это оставить. Не стоит того это все. И обратиться к Господу, и Он помилует Его. И к Богу нашему. Ибо Он много милостив. Знаете, в Сауф-Африке сейчас очень тяжело. На протяжении многих лет так уже длится. Многих людей убивают ни за что. Иногда потому, что у них несколько всего монет есть в их кошельках. Я не думаю, что эти люди, конечно, хотят умереть. Но их жизнь была просто забрана у них. Но здесь Йона, который может жить, но хочет умереть. И он очень разозлился на Бога. Он сказал, именно поэтому я и убежал. Потому что я знал, что ты помилуешь этот народ. И Йона был евреем. Он знал Бога. Не должен ли бы он радоваться, что Господь хочет помиловать язычников? Иногда мы живем как в пузыре. И мы думаем, что мы единственные, кто являемся правыми. И мы думаем, что здесь есть неправда. Но вы знаете, мы все люди. Мы все делаем ошибки. У меня был хороший друг. И он говорил, посмотри на меня. Вокруг меня много строительных лесов. Я служу Иисусу. Но я делаю ошибки каждый день. Я не хочу их делать. Как Павел писал, что я делаю те вещи, которые не хочу. Итак, мы здесь с Ионой, у которой есть призвание, есть имя. Но он не ищет Бога. Он хочет, чтобы было по его усмотрению. Может быть, у нас есть и имя, и призвание. Но если мы не будем искать Бога, и продолжительно искать Бога, мы не сможем быть послушными. И как мы можем увидеть кого-то, кто не послушен Богу? Люди, которые распространяют слухи. Бог создал тебя и меня. Мы очень разные. Я думаю, что я одна из миллионов. Иногда думаю, что Бог сделал ошибку, когда создал меня. Потому что так тяжело. Людям тяжело меня любить. И даже моя собственная семья у них есть большая проблема со мной. Но я научилась. Он говорит просто спасибо Иисусу. Мое сердце не сидеть просто на этой горе, на этой вершине. Когда, Бог, ты раздружишь мою семью? Они ко мне так плохо относятся? Нет. Я говорю, Господь. Помилуй их. Они не понимают. И несколько лет назад они очень мне сделали больно. Я много лет их не видела. Но когда я вижу мою маму, некоторые там же. Они меня не приветствуют. Они не видели меня пять, шесть, десять лет. Они не говорят ко мне, здравствуй. Знаете, я поплакала. И я говорю, Господь, что я из такого сделала? Почему людям так тяжело нормально иметь отношения со мной? Господь просто сказал, посмотри в Мое Слово. Если они преследуют тебя, посчитай так за благословение. Я говорю, Господь, слава Богу. У меня есть какое-то преследование. Может быть, немного. И я знаю, что люди теряют свои жизни физически за Иисуса. И я очень рада, что хоть чуть-чуть досталось мне преследование. Я рада, что есть люди, которые брали тезисер в церковь, которым я не нравлюсь. Это истина. Сегодня утром я была в церкви в Брентвуде. Я знаю эту семью уже на протяжении многих лет. И их дочь приняла спасение где-то год назад. И сегодня утром она приняла крещение. И я думал, мне нужно пойти туда. Я знала до этого. Когда я туда приду, там будут три семьи, которым я не нравлюсь. Они не хотят приветствовать меня. Они не хотят сидеть рядом со мной. И я сказала, Господь, спасибо тебе за эту возможность утром сегодня. Вы знаете мою сестру Кэрол? И она говорит, я не знаю, как ты так можешь? И ты рада, ты их любишь. Я скажу, внутри это ломает меня. Я говорю, Господь Иисус, ты был преследован. Спасибо, у меня есть чуть-чуть от тебя. Чуть-чуть. Для меня это достаточно. Ты точно знаешь, сколько я могу понести. И знаете, что-то самое странное? Мы все думаем, что мы идем в рай, так? Те люди, которым я не нравлюсь, они тоже думают, что они идут в рай. И вы знаете, на протяжении вечности, только вечности, всего-навсего, мы будем вместе. Я не хочу, чтобы она была со мной, поэтому я сяду и рядом с ним. Он может быть мой брат. Настоящий брат. Он не хочет приветствовать меня. Я пойду и приветствую его. Стоя рядом с ним, скажу, я люблю тебя. И он скажет, отойди от меня. Потому что они не понимают. Вы знаете, что сломает мое сердце? И они говорят, что они послушны Богу. Я им говорю, какому же Богу? Потому что Богу, которому я служу, говорит, что я должен любить тебя. Даже если распространяешь слухи обо мне, я должна любить тебя. Даже если ты не хочешь со мной рядом находиться в церкви. Сегодня было очень смешно утром. Интересно видеть этих людей. Когда я к ним близко подхожу, им нужно что-то там где-то сделать, что-то. Я подхожу к этому человеку. Я видел, как их дети выросли, они сейчас выше меня. Я иду сказать, здрасте. Вдруг у них что-то срочно нужно сделать там. Но вы знаете, я говорю, Иисус, ты мой Бог. Они будут со мной в вечности в раю. Я не знаю, куда они будут ходить тогда. Я избираю быть послушным. Я скажу, это тяжелая цена, которую нужно заплатить. Можете спросить вашего замечательного пастора. Любого пастора. Больших людей с больших церквях. Можете спросить их. Это действительно тяжело быть послушным Богу. Когда люди вокруг тебя критикуют тебя и сплетни не распространяют. Я говорю про христиан. А у меня в клубе в понедельник. Все британцы. Я тоже, кстати, британка уже. Мне было так тяжело. Они очень сложные люди. Они им не нравятся, когда их обнимаешь. Стойте там, далеко. Не подходите слишком близко. Я говорю, Господь, дай мне любовь к этим британским людям. Ты послал меня сюда. Мне нужно любить их. И мне не получается. Сотряси их. Пробуди. Но Господь говорит, нет, все в порядке. Я просто наполню тебя любовью к ним. В этом клубе. Теперь уже открыт на протяжении девяти лет. И каждый человек. Есть еще одна женщина из Южной Африки. Она тоже любит обниматься, как и русские любят. И теперь все остальные обнимают меня, когда они приходят. И теперь обнимают меня, когда уходят. Потому что Господь изменил мое отношение. Я молила, Господь, измени их, потому что они тяжелые люди. Но Господь изменил мое отношение. Это то, что хотел сделать Господь с Ионой. Он все еще там сидит. Ждет. Он не знает, когда пройдет сорок дней. Я хочу видеть, чтобы огонь сошел на этих злых людей. Но у Господа есть милость. И Он не разрушил этот город. Но пока там Иона сидел, было очень жарко, и Он построил небольшое укрытие. Господь вырастил там дерево, растение. Дал ему небольшой тень. Замечательно! Было очень жарко, а у меня есть тень. Я, Иона, это растение прямо для меня. Только для меня. Я Иона, Бог знает, кто я. Что же Бог делает? Он посылает червя, чтобы растение было съедено. И на следующий день растение умирает. И Он так разозлился. Господь говорит, Иона, ты не посажал это растение. Ты не вырастил его. Ты не кормил его. Но ты разозлился. Это правильно ли это? И Он говорит, просто убей меня. Убей меня просто. Вы знаете? И Бог говорит, действительно? Ты разозлился о растении. Как же о моей милости? На 120 тысяч людей. Но для Иона это было ничто. 120 тысяч людей могли умереть. Но если растение здесь. И Он видит, как происходит разрушение города. Знаете? Мы думаем, мы такие святые. Но у нас есть такие нечистые мысли. Мы хотим видеть, что произошло какое-то зло с другими христианами. Вы знаете, когда Иисус был на земле? Он сказал, единственное знамение, которое Он даст, это как Иона, который был внутри кита три дня и три ночи. И что сказал Иисус в книге Матфея 12-40? Внимательно послушайте, что Он сказал. Ниневитяне восстанут на суд с родом Сим. Ниневитяне покаялись. И Он сказал, что они восстанут и будут судить нас. Они будут судить тебя, Иона. Но Ион об этом не волновался. Но Он сказал, ибо они покаялись от проповеди, от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы, но вы не каетесь. Кажется, напоминает меня. Иисус здесь. И насколько действительно ли я каюсь? Насколько действительно я каюсь? И насколько действительно я сильно сожалею? Потому что я смотрю на мою семью. И я говорю, Господь, так тяжело. Но неважно, насколько тяжело это, я не хочу, чтобы они горели в аду. На этой земле короткое время. И у нас есть возможность быть послушными Богу. Давайте будем взять, возьмем эту возможность. Давайте поймем. Неважно, как меня зовут. И какое призвание у меня есть. Господь милостивый Бог. И Господь спасет нас. Нам нужно взывать к Нему. Только к Нему. И так мы будем знать, послушны ли мы. Мы будем любить всех людей, которые судят нас и критикуют нас. Мы будем любить нашу семью, как моя, которая так тяжело им любить меня. И все это только потому, что я люблю Иисуса. Насколько изумительно такую маленькую вещь, которую нужно сделать. Покаяться. Паститься. Просите прощения. И ищите Божьего лица. Потому что тогда мы будем гонимы. И будем рады этому. Потому что мы послушны Богу. Аминь.